В столице капитальный ремонт все это проведут в 170 домах, а это маль миллион квадратных метров жилья. Как вызначить объекты, специалисты проводят техничную экспертизу. Вынеку наибольшую колькость будинков одрамонтуют в Першамайском, Фрунзенском и Заводском районах Минска. Причим задать свои пытания, если вернуться за увагами на конт проведения ремонтных работ, меньшане могут в режиме 24 на 7 раз онлайн-сувесь. Как проходит масштабное обновление с какими складанностями подчас проведения ремонта состракаются жихары столицы, разбиралась Александра Кавилич. Грук от будовнейших инструментов у Дзённой Годины тут амаль не стихая. Готая опять и поверховка в микрорайоне Чужоука, её амаль по сотне годов, раз в нескольки месяцев набудет новый выгляд и техничный стан. Только в Заводском районе столицы капитальный ремонт все это проведут в 28 домах. Их вызначили по выниках обследования. Контролировать все этапы ремонтных работ тут допомагает система видеоназирания. В этом доме працы зараз проходят внутри будинка, потом почнуть обновление фасадов – это один из основных этапов. И делать это не только дело при гажосте, а как продухелить явление сырости в квартирах и снизить энергоспоживание в зимовый период. До того, что досконаливают водозабеспечение, меняют электрику и модернизуют систему отцепления, чтобы она стала максимально энергоэффективной и, соответственно, выгодной для жихаров. На систему отопления в настоящий момент устанавливаются термостатические регуляторы, которые в дальнейшем позволяют установке индивидуальных приборов учета, где каждый жилец может регулировать отопление у себя в квартире сам. И опять же производить оплату согласно индивидуального прибора учета, находящегося у него в квартире. По таким же раскладе капитальный ремонт зараз проходит в этом доме по улице Аэродромной, что и в Кострышницком районе. Правда, починают масштабное обновление тут уже не первый раз. Это уже третья попытка. Первая это была в 2011 году, вторая попытка была в 2015 году. Мы до сих пор еще на руках имеем договора, который почему-то расторглен. И вот третий подход, третья попытка. Надеемся, что она увенчается успехом. Обещают лифт, утепление начиная с четвертого этажа. Не и то, не все стороны дома, крыша. Модернизация канализации была, подвалы. А жахары этого дома в Першамайском районе, будинку 58 годов, все лета у Вогулі не знайшли свой дом у списе претендентов на обеатсанный капрамонт. И тому звернулися на нашу гарачую линию. В аварийном состоянии дом. Но если хороший дождь, так у меня водопад. Это у нас делали ремонт 80, ну больше 30 лет уже. Запланованы все ж таки на гэтый год. Як нам подказали у жилево-коммунальной господарцы района, спис будинков, где пройдут ремонтные работы, будут пополнять на протягу года. Конкретно по этому дому мы будем начинать его в этом году. В настоящее время разрабатывается проектно-спектная документация. Начало работ планируем осуществить в четвертом квартале этого года. Мы на стадии проектирования обсудим с ними все виды работ, которые мы будем выполнять в доме. И с учетом их пожеланий внесем в этот список все работы, которые можно сегодня финансировать за счет бюджета. Усяхож техничный апгрейд все лета запланованы больше чем у 150 домах Минска. При этом обновлении закранили территории поблизу жилых домов. У 30 столичных дворах так само проведут капитальный ремонт. Усталють новые детячие комплексы и контейнерные пляцовки. Заменять дорожное покрытие. Александра Кавелич, Илья Цвятков и Юрий Сахадзе. Агентство Телиновин. Минск.